приветствую вас друзья вы на туб канале все для клёва сегодня мы с вами будем вязать снасть убийцу карася хоть и мне не нравится это название давайте мы назовем снасть для ловли карася вот так и для этого нам понадобится три вот таких вот кормушки 6 бусинок крючки особенно для нее подойдет наш крючок 103 серия номер восемь вода для того чтобы смачивать пальцы чтобы не свинявить снасти и пальцы инструмент для зажима ножнички то принципе все леска и шнур леску я беру обычно для этой снасти 0 3 0 3 миллиметра диаметром и честно говоря искал очень долго такую леску которая вот на узле на узле она не рвется она режет пальцы но не рвется шнур 0 12 0 14 миллиметров достаточно будет того чтобы связать коротенький маленький поводок хотел бы сразу обратить внимание что здесь уже сразу будет три крючка поэтому разрешаемое количество крючков для ловли согласно правилу любительского спортивного рыбачьего 5 поэтому на двух снастях уже не получится вас половить будет 6 крючков и вас за это может оставаться в араханном портовле поэтому будьте с этим делом аккуратны потому что таксация очень сильно выросла не будем терять времени начинаем делать нашу снасть друзья в нашей снасти мы используем такие керамические бусинки они и зеленые с желтыми такими полосочками очень привлекательны для карася даже если в вашей кормушке не будет корма похоже на какой-то корм поэтому важное значение имеет и цвет и размер бусинки размер кормушки идеальный для ловли карася она идет уже с отводом и этот отвод не дает возможности запутаться поводку для начала мы берем первую бусинку и продеваем ее через леску берем лески примерно метр и делаем первый установочный узел для этого мы эту леску метр вот так установочный узел это два оборота лески вокруг бусинки вот так раз и два есть здесь мы ее затягиваем на принципе затягивается тут для того чтобы ее затянуть вода не нужна все мы установили что узел будет именно здесь я подскажу потом это очень важно особенно когда стоит уже кормушка и нужно сделать именно вот здесь вторую бусинку я покажу как это я делаю это очень важно потому как мы около месяца пытались понять как сделать так чтобы это было аккуратно и красиво смотрелось следующие это стопорный получается узел для этого мы делаем продели в петлю и здесь делаем три узла раз два и три вот так вот видите этот уже узел нужно мочить поэтому я взял и начинаем его затягивать вот таким вот образом все затянули видите все значит смотрите если вот в таком варианте оставить то получается что узел смотрит под углом практически 90 градусов видите если в таком варианте остановить и продолжить уже ставить сюда кормушку то получится так что вся нагрузка ляжет именно на этот узел да как бы просится еще раз еще раз продеть через эту бусину и тогда снимется нагрузка вся с этого узла если мы так вот раз и проденем еще раз все теперь у нас стоит ровненько смотрите какая красота получилась это первая бусина таких у нас будет видео 6 поэтому возьмите попкорн пиво и запаститесь терпением если вы хотите увидеть как должна делаться эта снасть правильно дальше мы продеваем нашу первую кормушку видите да все она уперлась друзья достало время пройдите вторую бусину смотрите тут очень важно чтобы она стояла не вот здесь не здесь а именно вот вот в этом месте чтобы снасть гармонично смотрелось для этого мы делаем не два сразу а по одному обороту установочным вот так раз на вот он вот тут его обязательно мочим чтобы был мокрый и фиксируем его на том месте где мы хотим вот например вот здесь правильно видите то есть она получается зазорчик примерно там по одному миллиметру по полтора вот это будет идеальный вариант и здесь же делаем сразу же второй установочный узел вот он все продели и зафиксировали теперь делаем контрольный узел опять таки делаем эту петелечку раз и здесь продеваем три раза раз два и третий вот у нас получилось виде да и зажимаем напоминаю еще раз о том что обязательно леска должна быть мокрая для того чтобы убрать натяжение с узла еще раз мы продеваем леску через бучину раз все вот такой получился вариант когда у кормушки есть достаточно степени свободы чтобы вращаться вот и при этом быть эффективной на рыбалке друзья третью бусину мы ставим таким образом чтобы когда мы будем ставить вторую кормушку поводки между собой не путались это одно из самых главных задач в этой оснастке примерно достаточно будет вот такого расстояния то сделаем установочный опять же таки узел можно взять раз его выровнять вы видите да что я сделал один только оборот да это я сделал для того чтобы установить бусинку там где необходимо то есть она когда при одном обороте может можно ее двигать в любом направлении влево вправо на достаточно расстояние которое вам необходимо то есть мне нужно примерно вот такое расстояние вот этот вот здесь вот я и хочу сделать зажать ее видите да все зажал и вторым вторым оборотом я ее тут уже устанавливаю конкретно что отсюда уже она никуда не должна выйти все вот она опять таки делаю установочный сделал установочный теперь делаю зажимной вариант раз два три здесь зажимаю мочу обязательно зажимаю опять видите да что она тут таком варианте и как бы просится чтобы еще раз ее прокрутить для того чтобы уже и однозначно установить и она уже отсюда никуда не двигалась вот так все теперь она отсюда никуда не туда не сюда уже не не сдвинется вот получается такой вот вариант видите да все продеваем вторую кормушечку для закрепления материала еще раз мы с вами посмотрим как это я делал так сюда устанавливаю туда куда мне надо так вот принципе нормально вот видела здесь но и и зажимаем вот она и делаем теперь уже опять же таки зажимной узел хочу обратить ваше внимание на то чтобы вы брали достаточное количество лески длины лески для вязания этой снасти чтобы в конце когда вы свяжете три кормушки у вас хватил кусок лески для того чтобы вы смогли привязать к нему грузило поняли да очень важно так завязали и теперь мы скажем так контрим этот узел вот таким вот вариант все две у нас уже есть в нормальном расстоянии друг от друга вот посмотрите какая красота у нас получилась видите да что же и осталось у нас привязать третью кормушку берем бусинку продеваем ее в лесочку доводим до того расстояния которое нам необходимо делаем установочный узел один проверяем где она стоит наша бусинка вот здесь будет стоять нет здесь много вот сюда вот так проверяем не чуть-чуть еще но по моему нормально все делаем еще один из мощный обвод узелочек такой есть и завязываем 1 2 3 ночью затягиваем есть и вот сюда есть контакт и ставим нашу третью кормушечку как ставить так или так решайте сами в принципе проблем нет можно и в эту сторону и в эту сторону главное чтобы потом понимать с какой стороны привязывать к основной леске а с какой стороны к грузилу я вам скажу очень долго выбирала эти бусинки мы пробовали варианты с красными и зелеными и желтыми и с синими и с фюресцентными но остановились вот на этом варианте во первых у нее достаточно большой внутренний диаметр для того чтобы можно было четыре раза обернуть вокруг нее леску так ну и третьего мы ставим сюда и зажимаем ее здесь вот будет вот так вот красивенько у нас второй есть зажали 3 есть 3 узелка 1 2 3 узелка 2 3 зажимаем мучим есть 3 4 вернее друзья вот так вот мы привязали 3 кормушки у всех есть достаточно степи свободы вы видите да чтобы она могла нормально крутиться вокруг своей оси теперь осталось нас сделать вот здесь на краю осталось сделать петельку для того чтобы продеть в нее петля в петлю грузила здесь нужно ставить достаточно большого диаметра саму петлю и это мы делаем с помощью узла восьмерки я очень часто пользуюсь этим узлом это один из моих любимых узлом вот видите восьмерочка получилась мы ее мочим и затягиваем есть такой узелочек получился лишнее отрезаем наконец вам пригодились ножнички эту петелечку мы потом привяжем груз тот который нам необходим если это на открытом водоеме таком как река днестр дунай турунчук или там днепр все зависит от того течения которое у вас там есть сильное мы или не сильно поэтому то грузило которое необходимо чтобы прицепить есть это озеро то можно цеплять минимальный груз там даже в 15-20 грамм этого будет достаточно с другой стороны мы тоже вяжем узел восьмерочку его можно привязать меньше петельку делать меньше на нее пройдет будет держаться ветлюжочек после мочим все обязательно который будет присоединяться к основной леске удилища вот такой вариант у нас получился как вязать поводок как вязать поводок я показывал вот в этом видео которое видите с правой стороны от себя но чтобы это видео было одним скажем так полноценным чтобы вы не переходили туда-сюда не теряли свое время я покажу как я привязываю один поводок один привяжу а остальные уже быстренько сделаю чтобы вы не теряли на это время и так что я делаю я беру примерно сантиметров 10 шнура на здесь делаю по восьмеркой делаю петелечку это будет очень экономный такой вариант вот она петелечка вот такая вот примерно 0809 миллиметров получилось на а суда мы ничего не не обрезаем лишнего продеваем крючок продеваем крючок вот есть доводим его прямо до узла и здесь делаем петелечку и пять раз делаем обороты три четыре пять петелечку всовываем так вот раз и вытаскиваем у нас получился короткий поводок здесь мы его обрезаем как видите очень экономно получается по шнуру не надо сначала обрезать кусочек шнура и потом будем вязать сразу же он мокрый плохо вот так есть и с этой стороны тоже самое получился вот такой поводочек одеваем его методом петля в петлю продели и в эту петелечку засунули вот у нас получился вот такой вариант красота друзья ну вот такая у нас получилась снасть на трех крючках трех грузилах и шести таких вот бусинках снасть получается очень эффективная она не путается абсолютно посмотрите если ее поднять вот так и покрутить вот видите тоже да она не цепляется и будет достаточно эффективно при любом течении на водоемах без течения очень везде где есть карась друзья мои мы показали вам из чего и как мы вяжем эти снасти но если вдруг у вас не хватает ни времени и возможности желания вязать эти снасти вы всегда можете привести эти снасти в нашем магазине все для клево связанные качественно нашими специалистами надеюсь видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клево но я прощаюсь с вами до скорой встречи на рыбалке всем удачи все хорошо пока